Знакомьтесь, это Аршан, это не просто верблюд, это артист цирка. Вместе со своими коллегами, еще одним верблюдом, псом, конем и тремя медведями эти животные оказались заложниками ситуации. Цирк, с которыми они выступали в Красноярске, уехал, не продлив контракт с их дрессировщиком. Напомню, на новогодних каникулах в Красноярске гастролировал цирк Шапито. Почему эти артисты остались в столице региона, теперь остается только догадываться. То ли денег не зарабатывали на выступлениях, то ли просто дрессировщик и животные оказались больше не нужны. Факт остается фактом, цирк не продлил контракт с артистами, и в жуткие январские морозы они остались на улице. Спасибо неравнодушным людям, животных приютили. В конном клубе «Храброе сердце» в микрорайоне «Солнечный». Дрессировщик отправился искать новое место работы, звери до сих пор в Красноярске. Не остались в стороне и горожане, кормили цирковых животных всем миром. В интернете увидели, что цирк оставил животных, и решили приехать посмотреть, может быть, чем-то помочь им. Узнали про акцию в интернете, решили приехать помочь животным, чтобы они быстрее уехали в цирк и начали там работать. Сегодня стало известно дрессировщик. Его животные нашли себе новый цирк. Только вот чтобы перевезти их из Красноярска, денег нет. Ни у дрессировщика, ни у сотрудников конного клуба. Именно поэтому они и организовали благотворительную акцию. «Ситуация сейчас нормализовалась. Мы организовываем благотворительную акцию для того, чтобы собрать средства для переезда животных в новый цирк. Цирк находится в городе Чита. И средств нужно около 200 тысяч для того, чтобы нанять 12-метровую фуру, оборудовать ее и переехать». По новому контракту к работе в Читинском цирке животные должны приступить уже через две недели. А значит, за это время нужно успеть собрать достаточно средств. «Будут организованы фотографии, прокат на верблюдах, фотографии с медведями, на пони. Также можно арендовать беседку теплую для отдыха. Все собранные средства пойдут именно для того, чтобы доставить животных к новому месту». «Ой, как клево! Такой мягкий!» В конном клубе говорят, соберетесь навестить животных, обязательно берите с собой лакомство – яблоки, сухари или сахар. А через две недели обещают предоставить полный финансовый отчет. Сколько получили денег и как их израсходовали. Дина Володина, Павел Пателицем. Новости.